Смотрите сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы научимся проводить грамотные атаки в Quake 3. Атака — это действие со стороны игрока, основанное на такте для того, чтобы сделать фраг. Во многом умение атаковать зависит от опыта игрока и его стиля вести игру. Атаковать всегда сложнее, чем защищаться. Но именно атакующий стиль игры практикуют все успешные игроки. В основном для атак используются такие виды оружия, как рокет, шафт и рельса. Реже — плазма и дробовик. Такой выбор продиктован тем, что это оружие наносит больше всего повреждений за короткий промежуток времени. Очень важно для успешной атаки выбрать момент. В игре есть ситуации, когда эффективность атаки может достигать максимума. Например, это может быть более выгодной позицией, чем у противника. Атака в такой ситуации продиктована самим игровым моментом, так как вероятность успеха выше всего. Сложные атаки, и поэтому более эффективные, строятся на контроле миги и красной брони. Самый простой из них является атака противника в тот момент, когда вами были съедены и красный, и мига. Суд такой атаки в преимуществе хелсов перед противником. А также в том, что это преимущество будет находиться у вас до появления следующей миги и красной брони. На атаку отводится около 20 секунд. После того, как были взяты мига и красная броня, в случае успешной атаки, в такой ситуации у вас появится возможность крепко встать на уровне, так как противник повержен в тот момент, когда на уровне появляются главные предметы. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Вольно! Разойдись! Смотрите далее. Cyborg 3D — это новый беспроводной джойстик. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями финальной игры по Quake 3 с одного из чемпионатов, где встретились одни из лучших игроков СНГ — Cypher и Lucifer. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Бытует мнение, что россияне — самый читающий народ в мире. В связи с этим, L-Book и Reader V3 — девайс именно для нас. Как можно догадаться из названия, это устройство для чтения электронных книг. Экран не цветной, имеет диагональ 6 дюймов, разрешение 800 на 600 точек. Поддерживает карты памяти SD и MMC до 4 гигабайт. Время работы электронной книги до 12 часов. В ассортименте выпускаемых компанией Thermaltake Technology системных блоков появились новые корпуса. Xizor 6MX серии VH9000, выполненные в форм-факторе Middle Tower. Габаритные размеры составляют 520 на 220 миллиметров. Вес чуть больше 8 килограммов. Система воздушного охлаждения включает два вентилятора. Genius представляет Navigator 380. Это обычная оптическая мышь и скайп-телефон. В сложенном виде устройство ничем не отличается от стандартной мыши, но при необходимости раскладывается в полноценную телефонную трубку. Входящий звонок сопровождается звуковым сигналом и миганием встроенного светодиода. Для удобства использования внутри Navigator 380 расположены кнопки навигации и регуляторы громкости. Компания Cytec представляет Cyborg 3D. Это беспроводной джойстик. Регулируемый наклон головы ручки, а также сама ручка, позволяют удобно настроить джойстик для правшей и левшей. Имеется 5 кнопок на рукоятке и 8-позиционный переключатель видов. Радиус действия джойстика до 10 метров. КИБЕРСПОРТ Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта. Сегодня вам предстоит увидеть финальную игру с одного из чемпионатов, где встретились одни из лучших игроков СНГ, Cypher и Люцифер. Эта игра решит, кто же станет чемпионом по игре Quake 3 в СНГ. Алексей, Cypher и Нушевский стабильно входит в топ на каждом чемпионате этой серии. По рейтингу лучших квейкеров мира, Алексей, Cypher и Нушевский входит в пятерку лучших после таких игроков, как Токсик, Авик, Кулер, Штерь. Выход в финал Алексея Нушевского без сюрпризов, но в отличие от предыдущего Asus'а, на этот раз вместо непобедимого Кулера его ждет Люцифер, который уже достаточно давно не занимал призовых мест в крупных турнирах. Сергей, Люцифер Орехов, один из сильнейших московских игроков, будет бороться за первое место. Первую карту с минимальным разрывом взял Cypher, счет 13-9. Игра начинается с интересных респавнов игроков. Cypher повезло больше. Появившись, ему удается сразу взять и мигу, и шафт, что дало ему ощутимое преимущество над противником. Cypher не дает Люциферу подготовиться к появлению предметов, ловит его на аптечке, но оставляет один хелс. И уже через 10 секунд делает первый фраг. Cypher плотно становится на уровень, забирая красный и мигу. Люциферу ничего не остается, как простреливать Cypher на предметах, что ему вполне удается. Выход Cypher на красный заканчивается важнейшей перестрелкой этой партии. Люцифер пробует подловить Cypher, но обидно промахивается рокетом в воздухе. Cypher успевает перестроиться, и пытаясь уйти, и делает фраг. Интересная ситуация на карте. После двух фрагов у Cypher остается мало хелсов, что может сыграть на пользу Люциферу, но он предпочитает не рисковать, и игроки расходятся по разным частям карты, разделяя уровень между собой. В последующие минуты идет борьба за рулизы. На карте Люцифер занимает доминирующее положение. Но раз за разом промахивается с рельсы, и отпуская Cypher с минимальным количеством жизней. Cypher занимает оборонительную позицию. Играет осторожно, но на этот раз Люцифер перестреливает Cypher, не дав ему зайти в телепорт. Забрав контроль на уровне, Cypher не дает свободно перемещаться Люциферу, постоянно подлавливая его. Отдав несколько фрагов подряд, Люцифер пытается встать на уровень, но постоянно надыгается на результативную рельсу Cypher. Мы видим в первой половине явные преимущества за Cypher. Побытки и перебить контроль заканчиваются смертью. Тотальный контроль на карте, ощутимое преимущество в броне и хелсах за Cypher. И очередной фраг лишь вопрос времени. Наконец Люциферу предоставляется шанс подловить противника на телепорте, но даже в такой ситуации Cypher удается сделать размен. Cypher, балансируя на грани, технично перебивает контроль на Миге. Стоит отдать должное действиям Cypher. Именно они позволяют ему держать уровень под контролем. Очередная позиционная борьба за рулиза заканчивается тем, что Cypher спокойно забирает все. Складывается такое ощущение, что Люцифер уже практически сдался, так как такая стрельба с оборонительных позиций, которую демонстрирует Люцифер, оставляет желать лучшего. Cypher начинает уверенно доминировать на уровне, не встречая особого сопротивления со стороны Люцифера. Люциферу удается все-таки перебить контроль на карте и сделать подряд два фрага. Cypher затягивает игру, переводя ее в позиционные перестрелки, что крайне невыгодно Люциферу, так как он отстает на семь фрагов. Раз за разом попытки Люцифера провести атаку заканчиваются провалом. И на 12 минуты 20 секунде очередной промах с рельсы ставит жирную точку, не оставляя шансов Люциферу взять эту карту. Стоит отметить игру Cypher, он явно в ударе. К концу игры Cypher имеет большое преимущество, и для Люцифера в этой партии, увы, ничего не изменить. Слишком часто Люцифер промахивался с рельсы и отдавал важные позиции на уровне, что привело к уверенной победе Алексея Янушевского. Со стороны видно, что Cypher превосходит своего оппонента по стрельбе, что позволяет ему в сложных ситуациях выходить победителем. Во многом сказались респавны игроков в начале игры. Алексей однозначно получил преимущество, взяв все необходимые девайсы для того, чтобы захватить уровень. Стоит отметить, что Алексей Янушевский смог удержать взятые в начале темпы игры, и это не позволило Сергею Орехову перестроиться по ходу партии. В конце игры мы видим весь талант Cypher'а в серии красивейших фрагов. К концу встречи счет принимает разгромный характер. Люцифер проиграл по всем основным пунктам, показав не очень выразительную игру. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов, новые уроки школы виртуального спорта, и, конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова